Братья-месяцы Что в этот день иногда случаются оттепели, зима потеет, Матвей зима от потей, но на тепло особенно не рассчитывали и доставали в этот день медвежьи тулупы, потому что чем сильнее оттепель, тем сильнее будут холода. Переметет дорожку снежной косой, снега эти дрогнут только весной. Начинали дуть буйные зимние ветра. Если на Матвея буйные ветры веют, быть вьюгом и метелем до 19 декабря. Крестьяне представляли ветер в образе могущественного старика, наделенного страшной разрушительной силой. Поэтому ветер старались всячески задобрить. Обращаясь к ветру, его называли ласковыми словами. Ветер угощали и даже приносили ему жертвы. Кормили ветер хлебом, крупой, остатками праздничных блюд, бросали их навстречу ветру. Согласно древним ведическим традициям, славяне издревле почитают Бога ветров стрибога. По одной из легенд, он обитает на самом краю света, в самой глуши леса или на расположенном посреди моря одиноком острове. Иногда он изображается парящим над землей на корабле из воздуха, либо на ладье, которое не спеша плывет по небесным хлябям. Бог сообщает о своем приближении, трубя в рог, а вооружен он копьем. Существуют и другие описания, в которых стрибог предстает в виде лучника, готового поразить врагов. Его вооружением являются лук и стрелы. Стрибог – владыка воздушного пространства, повелитель ветров и бурь, рожденный родом из его дыхания. Удел стрибога – меж землей и небесами, меж обителю людей и обителю богов. Под властью его все существующие на свете ветры. Именно стрибог в гневе вызывает бурю, но ему же под силу и укротить ее. При необходимости он превращается в свою помощницу, птицу славянской мифологии – стратин. Имя стрибога восходит к древнему корню стрег, что означает «старший». Об этом говорится в слове о полку Игореве, где многочисленные ветры, участники исторического действия, названы стрибожьими внуками. У могучего стрибога есть дети – четыре ветра, четырех сторон света. Посвест – леденящий душ, северный ветер, старший сын – управитель бури, в черных одеждах. До года – теплый южный ветер, облаченный в красные одежды. Сумрачный западный ветер, посланец смерти, одетый в белые одежды. Светлокрылый восточный ветер, вестник рассвета, в зеленых одеждах. От всех четырех сынов стрибога народились все остальные ветры, стрибожьи внуки. Северка, северный ветер, несет холод от ледовитого океана, очень суров и только к лету немного добреет. Восточный, как азиат, имеет характер неожиданный, таинственный и коварный. У горячего ветра пустыни свой правитель – Пдага. Полуденник – повелитель дневного, теплого ветра. Полуночник – повелитель ветра ночного, прохладного. Ураган – воплощение гнева могучего Бога, стрибога в его карающем проявлении, наводящий ужас и страх на всех тех, кто живет не по праве. Одни ветра жгут жаром своим, другие охлаждают и ласкают своим дуновением, третьи ветра выпускают из своих открытых ртов вихри, вьюги и метели. В других сказаниях ветры трубят в огромные рога, выдувая бури и шторма. Вот такие дети и внуки у стрибога. Попутного ветра вам, славяне! Братья-месяцы КОНЕЦ КОНЕЦ